Малбет Первая Лига вернулась. После зимней паузы отдохнувший и не разучившийся радовать болельщиков голевой красотой. Прямое тому доказательство в нашем топе лучших голов 21-го, первого весеннего тура. Открывает его опытнейший Сергей Ткачев. Годы, проведенные в Премьер Лиге, для ветерана Арсенала совершенно точно не остались просто гордым воспоминанием. Крадущийся тигр, затаившийся дракон, это как раз про него. Летописный герой Лиги одним махом двоих и вратаря и защитника побиваха. Не самый филигранный ни с точки зрения футбола, ни с точки зрения кикбоксинга лоу-кик стал по сути победным ударом в матче с черноморцем. Далее в нашем топе следуют голы, ставшие следствием отменной командной работы. На 82-й минуте матча с Волгарем полузащитник Хабаровчан Кирилл Евгеньевич Никитин навесил в штрафную, где эту передачу гораздо более трепетно, чем игроки обороны, ждал Андрей Владимирович Никитин. Почему акцентируем внимание на отчество хавбеков-армейцев, чтобы стало понятно, они не братья, несмотря на такое тонкое взаимопонимание. Во втором мяче Шинника гвоздем вбитым в ворота Кубани не совсем понятно, чья вина больше. Василия Олейникова, который для защитников южан, словно Гарри Поттер, нежданно-негаданно возник посреди их штрафной, да еще за их же спинами. Самих игроков обороны, не подобравших к такому маневру продуктивного контрзаклятия, или все-таки Владислава Сауся и Дмитрия Шадринцева, которые двумя передачами разрезали все нити оборонительной паутины Кубани. Как восприняли болельщики Енисея появление в составе их команды Дениса Тихонова, мы доподлинно не знаем. Но главный тренер Сибиряков Андрей Тихонов в игрока явно верит. И явно не зря. Сын легенды столичного Спартака, а сейчас наставника Енисея, все шепотки в свой адрес решил купировать сразу и окончательно. Можно даже сказать, одной правой. Удар из-за пределов штрафной и торпеда вынуждена капитулировать в первом официальном матче весны. Да, до этого автозаводцы получили две красные карточки, но как сей факт мог повлиять конкретно на это исполнение стандарта? Что игроку линии атаки желательно делать, откликаясь на передачу в чужой штрафной? Желательно удачно ее принять. Для верности неплохо бы обработать мяч и взять его под контроль. Убедиться, что никто из защитников этому контролю помешать не может. Быстрым взором оценить ситуацию на предмет выгодно открывшегося партнера, ну или даже уголка ворот. А можно просто вспомнить фильм с Ван Дамом и засадить в касание в сетку. Жаль, выступая за Тюмень в таких нокаутирующих ударах, Астемир Гордюшенко замечен не был. Гол опорника Хима Кравили Нетфулина ворота той же самой Тюмени, имеющим какое-то важное значение, назвать сложно. Рикошет, нереализованный пенальти и очередной эпизод игры на выходе вратаря поставили черно-белым шах и мат до этого удара, что ни в коем случае не отменяет его красоты. Равиль вошел в штрафную, примерился, понял, что удар из-за ее пределов будет вернее и не прогадал. Просвистев над всей защитой и голкипером, мяч приземлился ровно на второе место нашего рейтинга. А возглавил его удар в касание от Данилы Емельянова, тоже из-за пределов штрафной и тоже нарисовавший на табло счет 3-0. Разве что в этом случае можно только гадать, собирался ли полузащитник нефтехимика попасть в ворота или же хотел для куражу и зрелища сломать штангу. Любая из этих двух предполагаемых затей имела примерно одинаковые шансы на успех. Но штанге повезло больше, чем обороне Аланьи. Она, по крайней мере, выдержала. А до нового голевого залпа в Мелбет первой лиге осталось не так много времени. Матчи 22 тура стартуют 10 марта. Ждем.